Дарова всем, ребята, Кент АПК на проводе, и прямо сегодня стартует новая крутая рубрика под названием проверка лайфхаков. Я, ребята, буду проверять лайфхаки с ютуба по стендов 2, поэтому, пожалуйста, кому нравится подобный формат, поддержите меня вашим лайком и подпишитесь на мой канал, это очень важно, поэтому не отлинивайте. Почины, 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 очень важные новости. Все, кто ждут обновления 0.11.0, пожалуйста, поставьте лайк и подпишитесь на канал Кент АПК, это очень важно, проверим сколько нас. Хочешь топовый инвентарь, но нету денег? Заходи на стеди дроп, открывай бесплатные кейсы каждые 3 часа и выигрывай дорогие скины. Быстрый вывод, моментальное пополнение и множество режимов. Промокод Кент умножает сумму в 2 раза. Стеди дроп это мой выбор, заходи и выигрывай. Ссылка в описании. В чем же суть данной рубрики? Я в интернете, а именно в ютубе, нахожу различные крутые лайфхаки для игрушек стендов 2. Я их проверяю и если они работают, то я советую их вам. Поехали! Лайфхак номер 1 от OnlyVip. Сможешь очень хорошо контролировать количество патронов обоями. Итак, если счетчик патронов будет на дефолтной позиции, то для того, чтобы на него посмотреть, тебе надо будет отвлечься от стрельбы и перевести взгляд в другую часть экрана. Итак, что тогда нам надо для того, чтобы одновременно контролировать количество патронов в обойме и контролировать вашу стрельбу по сопернику? Для этого вам надо просто настроить прозрачность этой иконки, как на видео, и поставить в то же место, как и на видео. Для того, чтобы посмотреть количество патронов, нам надо отвлекаться и смотреть в нижнюю правую часть экрана. Он нам предлагает нажать кнопочку настройки, управление, кастомизация и переместить количество патронов посредине экрана. Ну что же, я, ребята, так и сделал, теперь давайте пробуем немножко поиграть, и как вообще всё это смотрится и как всё это реализовано. И честно говоря, скажу так, что это капец как непривычно и мне реально очень сильно мешает. Но зато это реально удобно, вот я так смотрю, блин, ну походу этот лайфхак работает и скорее всего я таки буду играть дальше. Ну что же, я уже играю, ребятки, вторую каточку и могу сказать то, что я однозначно рекомендую данный лайфхак и скажу то, что он реально работает и то, что это реально не хрень. Ну правда, меня всё равно убивают. Лайфхак лайфхаком, но руки должны быть прямыми. Не как у меня. Ну а теперь лайфхак номер 2, как можно повысить количество фпс. Внимательно смотрим и запоминаем. Ну а сейчас я вам расскажу о настройках стендов 2, с которыми очень комфортно катать и они очень сильно похожи на ультра. Даже такие кому-то больше приглядятся, так как оружие будет мотовое. Так, я уже готов. В общем-то эти настройки вы можете видеть у себя на экране. Ну в общем суть этих настройок в том, что всё надо поставить на минимум. Ну якобы мы и без себя могли догадаться к этому. Если вы хотите узнать про эти настройки графики поподробнее. Ну давайте сделаю как на видео и посмотрим, что произойдёт. Детализация моделей очень низкая. Дальше. Детализация эффектов очень низкая. То ссылка на оригинальное видео. Нажимаю кнопочку применить. Там где расскажется про это всё в описании. И проверяем сколько у меня будет фпс. А ну-ка, а ну-ка, а ну-ка. Так, у меня было 59 фпс. Закрываю. И, о чудо! А, не. О чудо не произошло, у меня также фпс. Но, ребят, возможно, это из-за того, что у меня эмулятор. На эмуляторе лагов нету, как вы все знаете. Поэтому вполне вероятно, что если бы, если бы у меня был телефон, то количество фпс увеличилось. И это вполне логично, потому что я тупо вообще настройки поставил на минимум. Поэтому, если у вас слабый телефон, то, ребята, конечно же, делайте так же, как на видео. Но если у вас хороший, мощный телефон, то не рекомендую. И так всё окей. Следующий лайфхак. Нас научат быть бесшумным. Не сойдёт. Многие, дабы они были бесшумные, просто ходят на корточках. Но это реально очень медленно. Для того, чтобы ходить быстро и при этом вас не слышали, есть два метода. Первое, это просто немного идти и сразу отпускать джойсти. Этот метод попроще. Но если вы хотите ещё быстрее ходить... А ну давайте пробуем. Метод номер один. Просто себя попробую, у меня это выйдет или нет. Я лично, ребят, никого, никогда в жизни на сервере не видел, чтобы кто-то делал так же. Вот если вы видели, напишите, пожалуйста, в чате. Хоть кто-то видел, чтобы кто-то вот так перемещался? Да никто так в жизни не ходит, вы гоните? Ну, кстати, тоже хороший метод. Не, ребят, реально хороший метод, что я не слышно. Офигеть. Не, метод хороший, но я, честно говоря, никого никогда не видел, чтобы кто-то делал так же. Вообще, ни единого человека, на полнете, земля. Ну что же, лайфхак номер четыре. Когда вы так научитесь делать, то поздравляю, вы научились быстро и тихо перемещаться. Многие даже проигроки неправильно держат прицел на АВЛ. Это про меня, ребят, я неправильно держу. И нет возможности ее поставить в самой игре. Из-за этого иногда мы смотрим или сильно высоко там, где в априори не может быть головы, или сильно низко. В районе но. Для того, чтобы правильно научиться держать прицел, вам надо скачать приложение Custom Aim, а затем поставить точку... Ой, ну это очень популярное приложение, прям очень. Сразу хочу сказать, игра с точкой не является полноценной на АВМ. И если вы хотите реально оценить свой скилл, то играйте без точки. Но так, если вы просто хотите научиться играть с данной снайперской винтовкой, то это сойдет. Надеюсь, я кому-то помог. Ну давайте попробуем скачать это приложение и проверим, насколько это рабочий лайфхак. Действительно ли эта точка поможет мне тащить и всех нагибать? Я готов нагибать. Я, ребятки, купил АВМ, установил данное приложение Custom Aim. И, как мы видим, у меня теперь есть прицел. И охренеть можно! Конечно, он не всегда срабатывает, потому что АВМ это рандомное оружие. И тут рандомные выстрелы, если новый зум. Но, тем не менее, это очень-очень круто и очень даже удобно. А ну-ка, давайте попробуем еще кого-то убить. Тогда я скажу на 100% это работает или нет. А ну-ка. Так, так, так. Алло, ребятки, вы где? Привет, Андрей! Нормально, слушайте. Очень даже неплохие лайфхаки. Блин, я хочу еще кого-то убить. Ребята, остановите меня, но я не остановлюсь. Ай-яй-яй. Блин, но новый зум, кто бы что ни говорил. Ребят, новый зум это рандом. В целом, определенный профит от использования данного прицела есть. Но, тем не менее, рандом это рандом. И на 100% на данный прицел положиться нельзя. Потому что сколько я не стреляю, кого-то убить, это, ребят, реально как повезет. Поэтому могу сказать, что данный лайфхак рабочий всего лишь наполовину. И на этом прекрасном, замечательном моменте проверка лайфхака закончена. Большое спасибо вам за просмотр. Спасибо автору данного видеоролика. Обязательно, ребятки, поставьте лайк. Подпишитесь на мой канал. И напишите в комментариях, что вы думаете о данной рубрике. Потому что, как по мне, она просто опупительная. Поэтому обязательно поддержите ее лайком. С вами был Кент, и пока. Всем удачи, и всем пока. Пока-пока.